Меня зовут Евгений Емельянов. Я проведу сегодня программу из цикла «Полная версия», посвященную Берлинской стене и ее падению. Берлинская стена — это был комплекс сооружений, который препятствовал свободному перемещению между Восточным и Западным Берлином. Саморазделение немецкой столицы на две части берет свое начало в конце Второй мировой войны. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры «Большой тройки» Советского Союза, Великобритании, США были решения, что после победы в войне Берлин будет оккупирован Союзными войсками и поделен на оккупационные сектора. Такая же судьба ждала и в целом всю Германию. И вот в летом 1945 года Берлин был разделен на четыре оккупационных сектора. Восточный сектор — советский, и три западных сектора — американский, английский и французский. На карте это выглядело следующим образом. Здесь мы видим выделенную чертой часть — это западный Берлин, западные оккупационные сектора. Ну а слева от него мы видим восточный советский сектор. В конце Второй мировой войны планировалось, что после завершения оккупации Германия станет единым нейтральным государством. Однако эти планы так и не были реализованы. Началась холодная война, и в этой ситуации западные зоны оккупации были превращены в новое государство — Федеративную Республику Германии — ФРГ. Это произошло осенью 1949 года. В ответ на это советская зона оккупации 7 октября 1949 года была превращена в другое государство — Германскую Демократическую Республику ГДР. В Конституции ГДР было записано, что ее столицей является Берлин. Весь город в целом. Но в реальности столицей ГДР стал лишь восточный Берлин, бывшая советская зона оккупации. А западный Берлин при этом не вошел в состав ФРГ. У него был по-прежнему статус территории, оккупированной союзниками. Там ходила западно-германская валюта, там действовали западно-германские законы, правда, после предварительного одобрения парламентом западного Берлина. Но формально это была отдельная территория. Значит, уже в начале 50-х годов граница между ФРГ и ГДР была закрыта. Солонное перемещение между двумя немецкими государствами прекратилось. Но в Берлине все было иначе. Берлин по-прежнему оставался единым городом. Там ходило единое метро и другой городской транспорт. Были единые системы. При этом в Восточном Берлине строилась плановая экономика, а в Западном Берлине сохранялся капитализм. В городе функционировали две валюты – восточно-германская марка и западно-германская марка. И жители Берлина могли получать бесплатное образование на Востоке и работать на более высокоплачиваемой работе на Западе. Существовало в то время почти 100 легальных пунктов перехода границы между двумя частями города. У меня такой пункт у Бранденбургских ворот. И проводилась формальная проверка документов. Кроме того, были сотни нелегальных путей перемещения. Допустим, граница между Западным и Восточным Берлином проходила по городским улицам. И парадная этого дома выходила уже в Западный Берлин, а Черный Ход, который вел во двор, вел в Восточный Берлин. Однако постепенно в Восточной Германии ГДР стала проигрывать соревнования с Западом, с ФРГ. И чем дальше, тем больше граждан ГДР стало эмигрировать на Запад. Причем, поскольку граница между ФРГ и ГДР была закрыта, то главным пунктом попадания на Запад стал Западный Берлин. В итоге, в 1960 году из ГДР уехало в ФРГ примерно 200 тысяч человек. А за первые 8 месяцев 1961 года уехало уже 207 тысяч. То есть, если бы до конца года сохранялась эмиграция, то почти бы 400 тысяч уехало бы из ГДР. Ситуация вглядела для руководства Восточной Германии критической. Социализм явно демонстрировал свою непривлекательность по сравнению с капитализмом. В итоге, в августе 1961 года, на переговорах лидеров СССР и ГДР было принято решение изолировать Западный Берлин от территории ГДР. И вот в ночь на 13 августа 1961 года Западный Берлин был изолирован. Началось возведение Берлинской стены. Лидеры западных стран выражали активные протесты против строительства, требовали ее сноса, но практических мер не принимали, поскольку стена находилась на территории Восточного Берлина и формально никак не нарушала статус западной части города. Возведение Берлинской стены стало началом нового Берлинского кризиса, который достиг своей высшей точки в октябре 1961 года. Тогда к границе между секторами, к стене, были выдвинуты американские танки. Вот мы видим здесь их сняли со стороны американской части, со стороны западного Берлина. В следующем выделились советские танки. У боевых машин и СССР, и НАТО были снаряды боевые заряжены, но до кровопролития дело так и не дошло. После переговоров в течение суток советские танки отошли от границы, а затем в течение ских часов отошли от границы и американские танки. Берлинская стена окончательно стала реальностью. Если вы обратите внимание на эту фотографию, на заграждение посредине, вы увидите, что здесь никакой большой стены, намертво преграждающей проход нет. Видимо, препятствия, но никак не сложное инженерное сооружение. Дело в том, что Берлинская стена далеко не сразу приобрела свой окончательный вид. Поначалу, в августе 1961 года, было просто ограждение, которое закрывало западный Берлин от восточного. Где-то это были просто мотки ключей проволоки на мостовой, где-то оцепление пограничников ГДР. И, конечно, этим стали пользоваться различные беглецы, которые пытались прорваться на запад. Один из первых актов обега был совершен через два дня после начала зрительства стены. Это было 15 августа 1961 года. Немец ГДРовский солдат Конрад Шуман подошел к ключей проволоке, которая заграждала путь из восточного Берлина в западный. И после недолгого колебания перепрыгнул через колючую проволоку. Это событие включило название «Прыжок к свободе» и было очень популярно в западно-германской пропаганде. Это были первые дни после начала зрительства стены. Вскоре стена была построена, но она была не очень прочной, и акты побега продолжались. Так, в декабре 1961 года ГДРовский машинист Гарри Деттерлинг решил прорваться в западный Берлин. Он выяснил, что одна из железнодорожных магистралей, в которой ходил его поезд, она прерывается стеной, но рельсы продолжаются в западном Берлине. И теоретически можно на поезде протаранить стену и проехать в западный Берлин. Что он сделал, прорвавшись в очередной рельс в декабре 1961 года. Он снял с вагона все стоп-краны, и когда поезд с пассажирами подошел к стене, то он не стал притормаживать и поворачивать на стрелке, а протаранил стену и смог пробиться в западный Берлин. При этом он сам и члены его семьи, также еще 20 пассажиров поезда остались на западе, а остальные вернулись в ГДР. Еще одна попытка побега была приобретена в 1963 году немецким слотом по имени Вольфганг Энгельс. Он попытался протаранить стену на БТРе ГДРовской армии. Видимо, его бронетранспортер. Как мы видим, он застрял в стене. Полностью протаранить стену ему не удалось. Здесь надо отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что вообще официально по законам ГДР за нелегальный переход границы полагалось максимум 5 лет тюремного заключения. Но когда была взведена Берлинская стена, то была издана серия секретных распоряжений, по которым лица, которые пытались пересечь стену, пересечь границу из высоченного в Западный Берлин, по ним полагалось стрелять на поражение на месте. И вот когда Вольфганг Энгельс попытался прорваться в Западный Берлин, его БТР застрял, и погонщики ГДР открыли по нему огонь. Его ранили, но поскольку кабина водителя уже находилась на территории Западного Берлина, то они стали его преследовать окончательно. А посетители пивной, находившиеся напротив стены в Западном Берлине, они подбежали к машине и вытащили окрывавленного Вольфганга из кабины. Как потом вспоминал сам Вольфганг Энгельс, он потерял сознание и очнулся, лежа на стойке этой пивной в Западном Берлине, и увидев перед глазами ассортимент этого бара, очень богатый ассортимент по сравнению с Восточным Берлином, он понял, что прорвался, его побег удался. Самый масштабный побег через стену произошел в 1964 году, когда был прорыт подкоп под стеной, и сразу 57 человек смогло по этому подкопу перебраться из Восточного Берлина в Западный. Однако при задержании этой группы беглецов погиб пограничник ГДР Эгган Шульц. Потом, уже в 90-е годы, было установлено, что он был убит в ходе беспорядочной стрельбы по убегавшим через туннель гражданам ГДР. С своими боевыми товарищами он был случайно убит. Тем не менее, в официальной пропаганде ГДР его имя стало символом. Его объявили жертвой тех, кто пытался прорваться на Запад. Его им присваивалось учебным заведениям, другим значимым объектам. Вообще, всего за годы существования Берлинской стены через нее смогло пробраться, убежать на Запад примерно 5000 человек. И 192 человека при этом погибли. В том числе, 8 пограничников ГДР. Большая часть побегов приходилось как раз на первое время после сооружения стены. Постепенно заграждение все больше усложнялось. И в итоге из простой преграды это превратилось в сложный комплекс сооружений, который должен был полностью воспрепятствовать любому перемещению с Востока на Запад. Сейчас мы с вами посмотрим внимательно эту схему. Со стороны Восточного Берлина поначалу шло такое простое заграждение, оно вроде забора. Это была первая стена. Затем шла полоса проволоки, которая была оборудована сигнализацией, линии которой вели к сторожевым вышкам. Если кто-то пытался эту проволоку как-то перекусить или пробоваться через нее, то срабатывала сигнализация на пограничной вышке. Затем шла полоса песка, на которой были хорошо видны следы нарушителей. И либо противотанковые ежи, либо так называемые сталинские газоны. Это были полосы, усеянные острыми шипами для того, чтобы проколоть шины тех, кто пытается прорваться через стену в каком-то транспортном средстве. Затем шли наблюдательные вышки. Затем освещенная полоса патрулирования, по которой регулярно проходили отряды пограничников ГДР, и где действовали пограничные собаки. Затем шел автомобильный ров, который был поспорядцов тем, кто все-таки попытается прорваться на машине, даже со спущенными шинами. Там автомобиль должен был застрять. И потом уже шла, собственно говоря, сама берлинская стена. Бетонное заграждение, стоит 3,5 метра, с таким валиком наверху, который должен был мешать тем, кто пытается через нее перелезть. То есть тот, кто все-таки допрыгнул, он должен был с этого валика соскользнуть. Значит, мы видим, что, казалось бы, это была практически непреодолимая полоса препятствий. Причем, в официальной пропаганде ГДР стена именовалась официально антифашистским оборонительным валом. Тверждалось, что ее цель – это воспринятствовать перемещению людей по попыткам прорыва врагов социализма из западного Берлина в восточный. Мы видим, что вся стена была построена так, что основной был упор на то, чтобы люди не смогли пробраться с востока, не смогли убежать на запад. Причем, мы уже говорили, что если кто-то пытался прорваться из восточного Берлина в западный, то по нему стреляли на поражение. Если кто-то из западного Берлина перелезал через стену на восток, а с запада стена, понятно, не охранялась никак, то его арестовывали и выясняли его личность. Если выяснялось, что он без каких-то противозаконных целей перебрался, то его просто депортировали на запад обратно. Никаких серьезных наказаний в данном случае не предусматривалось. Так вот, хотя и стена стала гораздо более труднопреодолимой, тем не менее, люди все равно совершали через нее побеги. В 1979 году некий житель ГДР по имени Ганс Стрельчик с товарищами смог перелететь через стену на воздушном шаре. Здесь пограничная служба ГДР была бессильна в таких ситуациях. Сразу после своего возведения Берлинская стена стала символом Холодной войны. Так, в 1963 году президент США Джон Фиттшеральд Кеннеди побывал в Западном Берлине, где произнес свою знаменитую речь, в которой заявил, что 2000 лет назад самым почетным именованием человека были слова «Civis Romanus Sum» «Полатыния, римский гражданин». Сейчас самое почетное именование человека звучит «Ich bin ein Berliner», по-немецки «я берлинец». И Кеннеди продолжил, что сегодня мы все жители свободного мира, мы все берлинцы. Спустя 24 года, в 1987 году, уже другой американский президент, Рональд Рейган, также выступал перед берлинской стеной и посвятил свою речь начатой Горбачевым политике нового мышления. «Политике окончательной разрядки и курсу на завершение холодной войны». Рейган обращается к Горбачеву и заявил, что если ваши слова являются истинной, а не очередной пропагандистской уловкой, то вы должны доказать это на деле, вы должны разрушить эту стену. Разрушите стену, господин Горбачев. Так призывал в своей речи Рональд Рейган. Однако тогда, в 1987 году, казалось, что разрушение стены – это дело далекого и далекого будущего. Но в 1980-х годах события стали развиваться все быстрее и быстрее. В 1989 году в странах соцсоциальных начинаются мирные бархатные революции. Такая революция началась и в ГДР. В сентябре 1969 года в стране регулярно проходили демонстрации, другие акции протеста, в частности которых требовали демократических реформ и свободного выезда за рубеж. В сентябре 1989 года состоялись торжества, посвященные 40-летию ГДР. На эти торжества приехал и лидер Советского Союза Михаил Горбачев. Его встречали жители восточного Берлина. При этом, в ряду с официальными лозунгами, там были и такие, видим здесь на плакате «Горби, Горби, Хильф, Унс», «Горби, Горбачев, помоги нам». А рядом лозунг «Виза фрай фон Росток бис Шанхай», то есть свободный безвизовый выезд от Ростока до Шанхая. Лидер ГДР Эрик Хонекер, являвшийся в страну с начала 70-х годов, который был ветераном коммунистического движения Компартии Германии, он и не желал слышать о каких-либо реформах и либерализации законодательства. В итоге, уже через 11 дней после визита Горбачева, Хонекер был смещен со своих постов, и к восточу ГДР пришли более молодые политики. Между тем, основка в стране накалялась. 4 ноября 1989 года на главной площади Восточного Берлина Александр Плац состоялась демонстрация, в которой вышло почти 100 тысяч, несколько сот тысяч человек, почти миллион. Эти сотни тысяч требовали также демократизации, свобод и свободного выезда за рубеж. К этому времени уже Венгрии, в Сфаке, открылись границы с западным миром, и тысячи жителей ГДР стали выезжать за рубеж через эти страны. В этой обстановке руководство ГДР стало готовить новые правила выезда за границу. Состоялась пресс-конференция 9 ноября 1989 года, которая была освещена новым правилам выезда за рубеж. На ней выступал секретарь Центрального комитета СЕПГ Восточно-Германского аналога КПСС Гюнтер Шабовский, который заведовал вопросами пропаганды и информации. Шабовский заявил о том, что новые правила вскоре вступят в силу, и по этим правилам жители ГДР смогут свободно выезжать в западную Германию и в другие капиталистические страны. В ходе пресс-конференции один из журналистов задал вопрос, а когда же правила все-таки вступят в силу? Шабовский посмотрел документ, там ей не говорилось о том, что правила вступают в силу с какого-то определенного дня, эта дата еще не была установлена, и тогда он произнес, но очевидно, правила вступают в силу немедленно. Это была сенсация. Такого никто не ожидал. Пресс-конференция национировалась в прямом эфире на всю территорию ГДР, на Берлин в частности, и тем же вечером, сразу после завершения пресс-конференции толпы жителей Восточного Берлина хвынули к Берлинской стене. В итоге, под давлением толпы пограничная стража, пограничники открыли пропускные пункты, и жители Восточного Берлина смогли свободно перейти в Западный Берлин. Берлинская стена пала. Те, кто пережил эту ночь, знали, что это было похоже на чудо. То есть, десятилетия, 28 лет, жители Восточного Берлина не могли свободно попадать на Запад. Причем раньше мы говорили, город был единым, и у людей оставались там родственники, знакомые, места детства. Теперь же они могли свободно перемещаться из одной части своего родного города в другую. И стена им уже в этом не препятствовала. Я уже сказал вам бы, это фотография, сделанная в ту ночь 1989 года, когда пала Берлинская стена. Но физически стена была разрушена чуть позже. Падение Берлинской стены стало катализатором обвинения Германии, и уже в 1990 году, в следующий год, ГДР была присоединена к ФРГ и стала Единая Федеративная Республика Германия. Западный Берлин исчез с карты мира, и Единый Берлин стал немецкой столицей. Тогда была окончательно демонтирована Берлинская стена. Какие-то ее части были расписаны граффити. Это была знаменитая граффити русского художника Дмитрия Врубеля. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Где он получил известные фотографии встречи Леонида Брежнева и Эрика Хонекера. Это фотография, что есть у нас в экспозиции в лабиринте в разделе Застой. А на другой известный граффити символ ГДР автомобиль Трабант прорывается сквозь Берлинскую стену. Остатки стены разобрали на сувенирах. У нас один из фрагментов стены, который хранится в нашем архиве. Ну, а части стены были расставлены по миру в самых различных местах. Так, в Москве в 1996 году в Алисахаровском центре тоже поставили фрагмент Берлинской стены. Ну, наверное, одна из самых интересных композиций с фрагментом Берлинской стены находится в США в штате Миссури в городе Футон. Когда-то в 1946 году в Футоне университон Черчилль принес свою знаменитую речь о железном занавесе, которое стало началом Холодной войны. Потом, в 90-е годы в Футоне в музее Черчилля был поставлен фрагмент Берлинской стены, где мы видим на этой фотографии в стене сделанные проемы по очертаниям человеческих фигур. Люди прошли сквозь стену. На этом моя полная версия подошла к концу. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин